Положительная динамика развития во всех основных отраслях экономики. Именно так можно охарактеризовать первые шесть месяцев 2017 года Брещины. Регион занимает лидирующие позиции в стране, к примеру, по темпам роста валового регионального продукта и сельского хозяйства, экспорту товаров, вводу жилья, трудоустройству граждан. Область в полном объеме выполнила все установленные исполкомом ключевые показатели эффективности. Валовый оригинальный продукт 102,1% при задании, 100,9% производительность труда по ВРП, 103,9% при задании, 101,4% экспорт товаров, 127,3% при задании, 102,4% экспорт услуг, 112,4% при задании, 102,5% трудоустроенные граждане, вновь созданные рабочие места за январь-март 1564 человека, прямые иностранные инвестиции на счетной основе за январь-март 1934. Если говорить об итогах полугодия в разрезе районов и городов, то особенно успешно, то есть с выполнением всех показателей, сработали Баранович, а также Каменецкий и Ивацевичский районы. Непростая ситуация сегодня в Ивановском, Малорийском и Пинском. Много вопросов к руководству Ганцевического и Драгичинского районов. Последним необходимо срочно принимать меры для устранения проблем и недоработок. Время и ресурсы для этого есть. Вместе с тем не стоит расслабляться и передовикам. Существующие положительные тенденции важно закрепить. Нам нельзя расхолаживаться и замедлять темпы, которые мы набрали. Причем для выполнения задания по росту заработной платы достигнутые показатели должны быть более высокими, чем мы получили за январь-июнь 2017 года. К сожалению, мы по этому показателю и остаемся в хвосте среди других областей республики. На второе полугодие ставится задача не только удержаться на достигнутом уровне по всем показателям, но и обеспечить дальнейшую динамику роста. Оценивая эффективность работы по отраслям, губернатор региона Анатолий Лис отметил, показатели не достигнуты по розничному товарообороту и сельхозпроизводству. К последнему сегодня, в период уборочной страды, внимание особое. Я предупреждаю, особенно сельчан, что нельзя сегодня сбрасывать все на погодные условия. Ай-яй-яй, погода все залила. У нас всегда так, на селя. То прошлый год целый плакали, у нас дождей не хватало, значит, в этом году уже много дождя. Значит, нельзя прикрывать свои недоработки и недостатки, значит, только погодными условиями. Кроме этого, есть много факторов, которые в этом году более благоприятны, чем в прошлом. Поэтому надо разворачиваться. Да, конечно, такие ливни и грозы с градом, они не способствуют. Значит, сохранности во многих случаях того, что выращено. Но при высокой организованности мы можем компенсировать, значит, эти недостатки. Исполнение бюджета – второй вопрос заседания. В первом полугодии в консолидированный бюджет области поступил 931 миллион рублей или 46% от уточненного годового плана. Из них собственные доходы порядка 667 миллионов. К слову, именно собственные доходы уже сегодня имеют определяющее значение при формировании бюджета. В перспективе тенденция только усилится. Расходы консолидированного бюджета области, заполученные за полугодие, составили 947 миллионов рублей или 47% годового назначения с ростом на 4,8% к уровню прошлого года. Отставание в ряде регионов поступления собственных доходов, низкий уледельный вес дотации республиканского бюджета на первом полугодии не позволили в полной мере профинансировать расходы бюджета. На следующий год дотации республиканского бюджета местные также уменьшаются. Поэтому одной из важнейших задач для всех регионов является укрепление собственной доходной базы на основе экономического развития территории, расширение налогооблагаемой базы, соблюдение безусловной финансовой дисциплины, субъектами хозяйствования, участие в уплате налоговых и других обязательных платежей. Темп роста в производстве продуктов питания, техническое и технологическое обновление предприятий госсектором, ввод жилья, диверсификация экспорта – темы, на которые рекомендовал обратить внимание Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси. Еще один важный пункт для успешного развития – внедрение инновационных технологий. По мнению Минэкономики, в регионе необходим более тесный диалог власти и бизнеса, информирование предпринимателей о возможностях для создания и развития собственного отдела, кооперации с крупными производствами, наукой, технопарком. Ключевым направлением работы в текущей пятилетке, на наш взгляд, должно стать привлечение в область, ну, хотя бы нескольких стратегических таких инвесторов, которые будут обладать передовыми технологиями и развитой системой продвижения продукции на мировые рынки, или хотя бы на соседские рынки. В регионе должны появляться крупные предприятия, способные стать драйвером для создания и развития сопутствующих отраслей и производств в будущем. Министерство экономики, национальное агентство по инвестициям окажет любую поддержку в этом направлении.